всем привет сегодня в начале видео хочу показать наши камчатские домашние вулканы да домашними они называются потому что не обязательно ехать за 3 9 земель достаточно выглянуть в окно и лицезреть эту красоту ну может быть конечно не у всех доступно смотря кто с какой стороны живет на расположение вулканов может и не выходят окна но все равно выйдя уже из дома вулканы можно увидеть практически с любой точки у нас утра отблески солнца на вулкане хотя вон тучи висят вообще гарнизоне у нас пасмурно и вот полоса от самолета который взлетел в облака так сбился фокус ой самолетик полетел сниму еще вулканы вот с этого ракурса это уже в гарнизоне птички поют как весной но у нас сейчас и тепло как весной а это фотографии которые я делала на окраине нашего гарнизона а вот кстати вид на вулкан который созерцаю из своего окна а а это в 42 кратном увеличение зума ну и здесь я показываю машину она недавно стояла у нас возле школы показываю потому что на ней тоже есть вулканчики сейчас снимаю издалека пятиэтажный его дом стоит над ним возвышается вулкан представляете какой он огромный вулкан получается вдали 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 не столь близко как кажется и все равно он больше масштабнее выше и растянулся на несколько домов представляете какой он на самом деле величественный этот наш вулканчик сейчас пока делала съемку слышу стук в дверь открываю стоит женщина на пороге с удостоверением показывает мне его я даже внимательно не стала читать потому что сразу же знала что участвовать в этом не буду много таких любителей которые приходят знаете на дом но что мне поразило она говорит вы попали ваш дом попал под проверку ну которая мы должны провести мы вот ходим всех опрашиваем о доходах какие вы имеете то есть вот я игру в смысле я говорю каких доходах я вижу вас ребенок в каких социальных программах вы участвуете какие социальные выплаты вы получаете я говорю вы серьезно говорю вы хотите чтоб я вам сейчас вот вы пришли ко мне я вас не знаю чтоб я сейчас вам рассказывал о всех своих доходах и выплатах она говорит ну да что я же вам показала свое удостоверение игру вы знаете сколько таких вот фальшиво напечатанных удостоверений каждый придет меня будет все подноготному с она еще сказала что этот опрос социальный займет минут десять ну конечно я понимаю мы же где-то какая-то доля есть того что есть такие опросы на что они надеются сейчас люди всего боятся ничему не верят куча мошенников игру нет игры извините я в этом участвовать не буду игру если ну во-первых говорю об этом знают там где нужно о моих доходах и всяких социальных и прочих в выплатах там где нужно в органах все знают ну да нас такие сведения не доходят игру ну значит это и не надо знать если не доходят игру там где нужно все знают игру если ты настолько нужно год давайте я в органы приду в положенные органы и там опять мы сверку сделаем но сразу нет нет игру нет игру все я в этом не участвую вот такие бывают люди приходят порой на порог но хотят знать полностью откуда и что вы получаете и какие доходы вы имеете горе я поражена конечно всему это смотрите купила и новую люстру на кухню еду в машине везу домой ее но дома уже покажу поближе а то тут не видно не удобно слишком близко ну хорошая такая на кухоньку пойдет на три лампы вот вот такая вот люстрочка даже не знаю как лучше показать плафончик переливается слегка под чешское стекло ну камера это не ухватывает ты вообще как-то не так смотрится на камеру ну здоровская мне нравится на кухню что еще надо вполне подойдет для кухни кстати я любитель вообще в люстрах когда присутствует позолота хрусталики всякие красивые подвески но у меня уже по комнатам есть такие люстры и вот кухню решила немножко разрядить сделать попроще чтобы кухня отдыхала от всего этого поэтому я принципиально специально выбирала такой простенькая лаконичная три плафончика чуть-чуть там все равно есть конечно позолоты но вот такой вариант говорю выбрала специально да и мне нравится нравится для кухни самое то сегодня решила себе устроить загрузочный денек и на обеда ужин у меня будет хачапури давно уже не ела так хотелось купила второе человеку который пришел мне устанавливать лампу ну и знакомых там люстру то есть устанавливать за работу угощу чаем накрою небольшой стол сейчас сладости достану ой давно уже хотела так все пошла греть чаек и кушать вкусно конечно но слишком сытно и не доела я вот осталась половинка сейчас пакетик заверну еще на завтра останется кстати в довесок люстре дали вот такие вот наклейки как подарочек увидели что я с ребенком и сказали выбирай никитки там много было и вот он выбрала такие себе тигренок какой красивый это тоже здорово у нас сегодня опять фруктовый стол арбуз мандаринки груши и виноград сочные вкусные сладенькие еще у меня спрашивали про краску которой я крашусь волосы крашу я использую палет принципе мне подошла эта краска пробовала и дороже краски более профессиональные не знаю мне почему-то после других красок часто волосы электризовались вот так вот стояли дыбом как антенна вот поэтому я уже привыкла к палету более-менее нормально влияет на мои волосы поэтому покажу сейчас коробочку цвет ну и как выглядит эта краска на моих волосах у распущен с распущенной прической хотя я очень редко распускаю волосы на разуме видели что я всегда собранными не идут не распущенные волосы еще вот когда только путь после мытья я сразу снимаю как пока не такие послушные пушистые еще более-менее конечно красиво стоит мне немножко походить они начинают разделяться меня на какие-то песья уже выглядит это небрежно да и да даже по форме моего лица все же мне лучше когда и волосы при при собираю краской я пользуюсь вот такой да я говорила палет и 20 осветляющий у нее очень красиво такие переливы вот люблю вот такой цвет прямо обожаю у меня получился светлее опять я передержала забываю каждый раз что надо просто в следующий раз подержать по времени поменьше чтобы на тон был темнее следующий раз так и сделано все остановилась на этой краски уже хватит экспериментировать не хочется просто меньше да по времени буду держать сегодня меня украшала вот такая вот красивая брошка мушка посмотрела по кадрам ее даже не заметно поэтому решила перевести вот так вот кадр как хорошо да что можно на видео вот так вот перевести кадр показать ближним планом все детали все нюансы красота сейчас вспышку включу покажу еще со вспышкой вот так она смотрится со вспышкой я сижу пью чай и включила себе игру немножко передохну и займусь домашними делами не хватило мне нового года вот включила себе такую красивую новогоднюю тематику это квест поиск предметов здорово так люблю такие игры красивая вот я собрала уже все седло пойду снаряжать оленя и в лес я так понимаю он меня повезет так что еще слишком высоко пишет ну ладно возьмем стремянку теперь что все полетели так сколько вкусного сыра открылась у меня в одной локации смотрю и думаю я же давно уже не ела разносырье если можно так назвать покупаю один по тип голландского и все тут посмотрела и прям вот захотелось разных видов лишь бы из-за показа этой игры мне не было нарушения авторских прав смотрите кого злобного кота я встретила все я победила мы вышли вечерком погулять посмотреть на иллюминацию города это дом культуру юность ну она вы 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 Никита, да что ты так смешно маршируешь? Ой, как здорово, как хорошо, что мы выбрались прогуляться. У нас тепло, снег подтаял, немного сера так кругом, но все равно хорошо. Гуляем мы по Елизово. Говорила я нет, по-моему говорила. Вот это магазинчики в Елизово. Все, мы нагулялись. Возвращаемся домой. Ну и в конце я хочу показать такие вот забавные мультяшные фото. Это мы с Никиткой просто ба... Субтитры сделал DimaTorzok